Университетские ученые В общем, наш проект посвящен курице и ее эмбриональному развитию. Курица – это часть большого проекта «Фантом» в институте «Рикен» в Йокогаме, который занимается аннотацией геномов млекопитающих. Они используют в основе своего проекта метод «Кейдж», который позволяет определить промоторную область гена. Ученые убеждены, что птенцы курицы способны останавливать свое развитие при понижении температуры и возобновлять его при возвращении к температурной норме. Когда курица уходит с насеста, эмбрионы перестают развиваться до того момента, пока температура опять не поднимется до нормы. То есть, если яйца сильно охладить, они перестают развиваться, и эмбрионы впадают в состояние гибернации. Так что в перспективе, предложенном изучении данного процесса, есть возможность переноса этой способности на клетки и ткани человека. Цыплята, они, как и человек, они относятся к амниотам, то есть у них три зародышевых слоя, когда идет развитие эмбриона. Это очень консервативный достаточно механизм. И если какие-то гены участвуют в этом процессе у курицы, то в большой вероятности они будут участвовать и у человека. Конечно же, изучение кур и цыплят – это не основная цель ученых. Надо сказать, что особый интерес коллектива, который изучает экстремальные состояния организмов, вызывает способность эмбриона останавливать свое развитие при понижении температуры. Эта способность к гибернации в настоящее время мало изучена и интересна. Прежде всего, перспективы практического применения научных результатов. Гибернация у цыплят – это, конечно, не настолько экстремальное состояние, как ангидробиоз, но такой механизм может быть проще адаптирован к тканям и клеткам человека. Так что определение ключевых молекулярных компонентов регуляции этого процесса станет достоином продолжением такой работы. Аделя Шамилова, Универньюз.